В бандах боевиков на Ближнем Востоке, в Сирии, в Ираке сотни тысяч человек из разных стран, в том числе из России. По данным спецслужб, их как минимум 6 тысяч. Как вербуют молодежь в террористы? Какие закидывают удочки? Основных мотивов три. Деньги – самый простой инструмент. Идеи – инструмент самый опасный. Именно одурманенные мракобесными идеями люди подрывают себя в жутких терактах. И любовь, если заманивают молодых женщин. Известный случай с Варварой Карауловой. Но ведь такая Варвара не одна. Причем вербуют не только необразованных, темных. Нет. В ИГИЛ уже создаются подразделения хакеров, киберхалифат. И это новый поворот террористической войны. Георгий Алицашвили о том, как заманивают в террористы. Хакерская конференция «Один в один. Мальчишник в Вегасе». Молодые и продвинутые пользователи отдыхают красиво. Мы за уикенд продали алкоголя, как за 4 месяца. В расслабляющей атмосфере элитных отелей за каждым докладчиком внимательно следят заинтересованные зрители. Там больше половины, с моей точки зрения, составляют именно зрители, слушатели и вербовщики. А дальше уже хакеру как повезет. Ярмарка тщеславия для лучших хакеров часто заканчивается предложением, от которого нельзя отказаться. Выбор только один. Светлая сторона силы, работа на спецслужбы и полная легализация. На темной стороне огромные деньги за киберджихад. Вот. Рука вот в арсенал. Арсенал штата Иллинойс. Вот. Здесь, ну, ведать закупками штата Иллинойс. Здесь склады вооружения очень большие. Давайте запустим моего робота, который туда сейчас попробует залезть. Андрей показывает нам простейший фокус. Минута ожидания и на мониторе секретный документ. Видите, с грифом. Илтону Илл Сонли, то есть, ну, это служебная тайна. Уязвимость системы защиты, скорее всего, тут же исправят. Но робот найдет другие. Безопасность в сегодняшнем интернете – это миф, даже если речь идет о Пентагоне. Военные покупают принтеры «Хюлит Паккарт» 4700 ДТН по цене 3600 за штуку. Это же в Пентагоне? Да. Кстати, розничная цена – 2300. Соответственно, определите размер отката в Пентагоне. Конкретно в этом случае вреда нет. Программисты всего мира проверяют системы защиты на прочность. Китайцы атакуют израильские электросети, северокорейцы, сайты бразильских медиа. Значительный ущерб до сих пор несли только банки. В среднем европейские кредитные организации теряют около миллиарда долларов в год от действий кибермошенников. Расклад поменялся, когда в ИГИЛ объявили о создании подразделения хакеров – киберхалифат. Им, правда, сразу ответила международная группировка «Анонимус». «ИГИЛ, у вас нет выхода. Вы никогда не победите в этой войне. Интернет принадлежит нам. Мы – Анонимус. Нас – Легион». Но в том же году крупнейший блэкаут в США. Вашингтон и пригороды остались без электричества. В омрак погрузился даже Белый дом. Вот это мрак. Первая реакция американских военных – шок. Это же ключевое издание нашей столицы. Как вы можете защитить всю страну, если можно просто выключить свет в Вашингтоне? Честно говоря, я и сам сильно озадачен происходящим. Я еще не знаю, что это. Дыма никто не видел. И в официальную причину небольшой пожарной электростанции мало кто поверил. Неофициальная версия – первый удар киберхалифата. Но не только хакеры на стороне ИГИЛ в интернете. Ее вызволяли из горного аула. В Дагестан девочку из Нижнего Новгорода привел интернет. В сети боевиков школьница попала через сеть социальную. Познакомились, обменялись телефонами. Новый друг оказался вербовщиком. Он мне начал просто писать с неизвестного номера. Неделя, наверное. А потом он сказал, меня так-то так-то зовут, давай встретимся. Говорил, и родителям не нужна, друзьям мне тоже не нужна. Что меня никто не любит. А он говорит, что любит. И чтобы любовь не была виртуальной, надо встречаться на его территории. Ведь дома-то никому не нужна. Давят на чувства. Тот же мотив переписки Варвары Карауловой, которая довела ее сперва до турецко-сирийской границы, а потом за решетку. Возлюбленный вербовщик позвал замуж уже на второй день общения. Девичье сердце дрогнуло. Он писал, что хочет стать шахидом, то есть террористом-смертником. Она клялась, что будет с ним до конца. Вместе они разглядывали фотографии ликвидированных боевиков. Непонятно здесь, кто это? Семья из Дагестана. Маджахед с женой им сказали сдаваться, но они дали бой. Шахиды. Иншалла. Красивые, вместе погибли. Пусть Аллах примет их душу. Сама Караулова на суде оправдывалась увлечение радикальным исламом от большой любви. На то и расчет вербовщиков, витающая в облаках, одинокая девушка побежит в ИГИЛ без оглядки, словно в рай в шалаше, пусть и под черным флагом. Очевидный мотив в том, что ее влюбили по интернету. Многие девушки попадали в террористические организации через сайты знакомств. Особенно это касалось девушек, неуверенных в себе, с проблемами в личной жизни. Они пытались найти себе виртуальных женихов, о чем прекрасно были осведомлены вербовщики. И ведь не нужно быть великим психологом, чтобы знать, кто на что клюнет. Девушкам любовные клятвы, юношам разговоры о долге и чести. Пригород Алеппо. Отряд боевиков отступает под обстрелом. За кадром русская речь. В голосе снимающего. Страх. Что там случилось? Да, что? Али вспоминает, в сирийскую пустыню ехал жить по законам шариата, а пришлось умирать, как пушечное мясо. Был ранен, бежал домой, сдался властям. Считает, ему крупно повезло. Многие вернуться хотели там. И многие, когда реалии тоже увидели такие, тоже просто не смогли это терпеть. Многие так и не смогли уехать больше оттуда. Десятки российских паспортов в этом отряде воевали за исламских халимантов, фата говорили по-русски и уговаривали их тоже на русском. Приехать и помочь якобы братьям, которых якобы убивают за веру. Неверные. Вербовщики поджидали Абдулатипа у мечети. Сказали прямо, ты нам нужен. В Сирии. Рассказывали, что идут бои с правительственными силами, что бомбят мирные города, где живут мирные жители, где нет террористов и так далее. Там подобное, что убивают женщин, забирают мирных жителей из домов. Говорит, даже не сомневался, ехать или не ехать. И только разменяв мясорубку сирийского ада на тюремную камеру в Мордовии, понял, это была не его война. Но как объяснить это тем, кого вербовщики отправляют не за границу, а на теракты в своей стране? Исмаилу 18, виртуальный куратор, приказал, езжай в Москву и взорви себя в толпе. Успели перехватить. По данным силовиков, в прошлом году боевики планировали теракты на чемпионате мира по хоккею. В Москве на 9 мая в Красноярске на Новый год в Петербурге и столице готовили десятки вылазок на Северном Кавказе. Обезврежено 199 самодельных взрывных устройств, изъято более 130 килограммов взрывчатых веществ, около 3000 мин, снарядов, гранат, более 800 единиц огнестрельного оружия, около 160 тысяч патронов. Ну, можете себе представить, что всего этого арсенала хватило бы террористам, чтобы уничтожить десятки многоэтажных домов. И все чаще координация действий террористов идет через интернет. Ведь в тени виртуальной реальности вербовщика можно принять за друга, а выйдя из сумрака в офлайн в соседе не узнать вербовщика. Георгий Алисашвили, Федор Сухарников, Дмитрий Олин, Андрей Манко, Сергей Чивела. Воскресное время. Первый канал.